всем привет дорогие друзья привет наконец-то мы встретились весной 2023 года уже сегодня 8 апреля мы не случайно здесь в окрестностях села шульговка мы приехали за таким замечательным грибочкам как сморчковая шапочка она уже давно появилась можно видеть старые экземпляры вот уже сами попадали но среди них находим и молодые нож наверное нам не пригодится птички поют все замечательно наконец-то весна и наконец-то и до максик залазь сюда где-то там наша мама затерялась в зарослях слышно тут как кто-то катается на квадроциклах осторожненько там чтоб веточкой в глазик не попал да тут вот вокруг вот этого дерева очень много я смотрю но уже много такого подсохшего смотри какие они живые еще да а тот уже подсохший в этих местах позапрошлом году мы находили целыми плантациями сморчковую шапочку а там дальше где есть болотца находили сморчки иконически привет катенька немножко обиделась сейчас все расскажу едем мы в наши места я говорю здесь надо остановиться они она говорит здесь надо остановиться я говорю дальше надо ехать в итоге остановились посерединке короче я психанул она психанула но в итоге идем и туда куда я указал кто-то заготовил себе заготовил себе вот такую я не знаю там ваза или же спал ровненько обрезанные да не хочешь взять себе одну какая услада для глаз это зелень буйствующая и как режет слух крик грибников вокруг хочу что не помнишь где мы тут находили о я увидел первый признак наличие а наличие грибов мы нашли эту поляночку но посмотрите просто возможности моей камеры ограничиваются тем что я не могу приблизить но здесь можете мне поверить на слово они торчат буквально по 20 штук на каждом квадратном метре нормальный нормальный я люблю привести свою семью на пастбище в это время отдыхать и наслаждаться видом как люди работают нормальный максик да соизволил помочь хороший то не ну ты же видишь вяленький живенький ты можешь старого человека от молодого отличить здесь тот же принцип люди приближаются хороший хороший только обломаем ножку что черная землей ты не клал да здесь много молоденьких это конечно не то место неприятное там где не пролазная еще и сухие шапочки кстати говоря моя тёщенька говорит что сухие тоже можно брать они в воде приобретают свою былую форму это нормально что там паучины нормальный у мамы спроси все нормально я думаю посмотрю на этой полянке собрали уже далее мы будем продвигаться вглубь леса вон затем бугром есть болотце и там я тоже помню неплохая такая поляночка было шапочная весна у нас как вы наверное уже знаете выдалась дождливой вот это впервые мы решили выбраться уже давно я слышал что пошла шапочка и вот мы пробирались сквозь ливни думали здесь тоже невозможно будет лазить ехали рискуя промокнуть до нитки но у нас это не пугало вот этот клаптик куда я шел прямо отсюда мы можем видеть как желтеют желтеют ножки издалека а ну тут так не так не так много как ты ахаешь катя и охаешь улит очки попросыпались поскольку катя научилась мариновать грибы я попросил ее замариновать сморчковую шапочку по ее рецепту я думаю получится бомба очень приятно походить уже по относительно теплому лесу зима как всегда нам кажется очень долгой да еще и зима у нас не такая снежная как было когда-то можно описать ее как один длинный серый мокрый день и холодный а еще нас хотели погрузить полную темноту сделать так чтобы мы замерзли ну-ка ну молодец грибничок но тут пока ничего нету потому что мы идем по следам бывалых грибников ни одного не пропустили а еще радует что в противовес злу всегда есть добро я очень благодарен людям тем кому не все равно хочу передать привет светлане из германии привет света спасибо тебе большое что ты такой добрый и отзывчивый человек дай бог тебе здоровья и твоей семье слегка так накрапывает дождик он совсем чуть-чуть может быть одна капелька в минуту падает на меня где-то градусов 17 сейчас но это за всю неделю первый такой теплый денечек периодически солнышко выглядывал она как вы можете видеть небо затянуто помните этот звук звук напоминающий скрип качелей даже просто приехать насладиться такой красотой оно того стоит совсем ненадолго видимо выглянуло солнышко это уже эндорфинчик в кровь поступил гормон счастья и радости природа ожила птицы кричать успевают и бобры глянь сделали свою работу покажу ближе это же бобриная работа скажите друзья или бобровая стало быть здесь одни обитают может быть это один постарался но на хрена же ему столько деревьев валить завелся какой-то здесь я кажуть в польше курва бобер совсем совсем не видно было я нечаянно шел снять вам он те красивые цветочки это я не знаю какая-то ягодка лесная там зацвела и под ногами возник это кто сморчок конический да видишь как он отличается от сморчковой шапочки шапочка есть шапочка а это конический полый сморчок похож на елочную игрушку а вот и цветочки под ногами кочки цветочки а там грибники друг друга потеряли и сигналят не переставая уже минут 30 думаю нет они просто так сливаются с листвой этой опавшей вот например кроха крошечный нашел еще да а теперь смотри это гигантелла по сравнению с тем смотри максимка ого он какой-то такой безжизненный да чего это он безжизненный просто в нем есть отверстие технологическое возможно там даже кто-то поселился это мы проверим дома принесем домой что показалось осторожно тут очень скользкая древесина влажная можно обезбенится я хочу проверить сможешь ли ты найти иди сюда за одной из зрителей проверим вон в том районе вон в том да еще я вижу вон в том а вон да тот проще найти он отличается он более светлый да ну что полезли посмотрим что если их совместно помариновать думаю они как и двоюродные родственники поэтому можно наверное это сделать многие люди меня уверяют что даже отваривать не нужно я имею ввиду шапочку а это значит что они употребляли уже был у них опыт и они живы не отваривая а может быть они желают мне зла от конкурентов избавляются я поражаюсь трудолюбию этого бобра он вокруг всего болота повалил деревья я не понимаю смысл этого всего может быть конечно каким-то грибам цапротрофам это будет и хорошо но вот зачем ему валить если ему нужна наоборот растительность ну свалил там себе парочку а здесь он наверное питался корой этого дерева все дерево обглодал смотри максим какое оно чтоб вы видели разницу вот она кора а вот она без коры абсолютно все очень длинная и орудует он здесь не один год видите старые нет вот очередная находка сморчок это не шапочка ката а там нащипал кто-то шапочку вот еще маленький зуб дракона ката ката сетует на то что она еще ни одного не нашла сморчочка я вот по пути мало того что маленькие нахожу а также большие ну на раз ты програлся так уже по пластунски здесь держи держи я отломаю ему черненькая оп клади к себе мы оказывается прошли очень заостренный экземпляр ты видишь максик какой он издалека когда ты муравей можно подумать что это туя да форма похожа максинка под заваленной сосной нашел умничка вот именно сморчки конические вызывают у меня восторг мне кажется что это какие-то редкие прям грибы ну по сравнению с шапочкой вот кстати говоря и шапочка недалеко отойдя повстречалась а здесь здесь целый выводок этой шапочки просто она из-под листвы еле-еле выглянула и мы прошли ничего не подозревая туда это я просто уже начал возвращаться подожди Максим не подави вон видишь нечто коричневенькое и морщинистое да бери его это сморчковая шапочка ты уже умеешь отличать от сморчков да хотелось бы отметить что многие собирают строчки но я строчки еще не встретил они тоже Максим морщинистые да но такие бесформенные комки уже смиркается а у нас на донышке ну ничего хоть на баночку я думаю насобираем на литровенькую вместе крапивка сочная мы просто приехали поздно идем по тем местам где уже все общипано Максим мне не страшно это признать но наша мама нас оставила Кать куда ты делась уже видите ли темнеет она побежала думает место сейчас найдет какое-то хорошее Кать далеко где-то кричит а тут кабаны вон тару а не веточки а Максима а ты кто Катя Семян набрала в голову а я сам что сам да я тебе с корзинкой да я сам с корзинкой это резвал так давай я в корзинку все поскидываю аааа бэ ну хоть что захватили пидуэчер ну дай о вот эти наверх это ж красавцы ты шо это моя гордость теперь она уварится и будет полулитровая баначка вот друзья ну нам хватит мы люди не жадные нам хватит натяни улыбочку хоть ну ты доволен у тебя полная корзина Максим ну да нагулялся да а не сильно и чтобы было удовольствие пройти спасибо друзья что прогулялись сегодня с нами ждем от вас обратные связи в виде лайка комментария и всем пока 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 не пока